Мне довелось работать и в системе среднего профессионального образования, в педагогическом колледже, в сельскохозяйственном техникуме, и в школе, то есть с школьным учителем я работала, и в системе дополнительного образования в Центре развития творчества детей и юношества. То есть, к чему я это говорю? Мне приходилось, как и многим из вас, думаю, работать с ребятами, с учащимися разного возраста, от дошкольников до уже студентов. Речь у нас сегодня пойдет с вами о мнемотехниках в обучении английскому языку. Так, что-то слайд у нас. До. Ага, все отлично. Итак, сегодня мы решим, как помочь ученикам облегчить запоминание новых слов и грамматических конструкций. Легко и быстро учить стихи, готовить пересказы на английском языке, практически на любой ступени обучения, а также рассмотрим возможности применения различных приемов, увеличивающих объем памяти и облегчающих запоминание информации с примерами из практики, конечно. В частности, я буду говорить о мнемодорожках, мнемотаблицах, затрону прием, любимый свой прием, рифмизации, пиктограммы, пополнение банка слов и многие другие. Давайте начнем немного с теории. Что такое мнемоника? Это искусство запоминания. А вот непосредственно мнемотехника – это уже совокупность специальных приемов и способов, которые помогут запомнить нужную информацию, облегчить процесс запоминания, увеличить объем памяти путем образования различных связей – фонетических, визуальных, киноэстетических и так далее. Начиналось все у меня знакомство с мнемотехникой, с уроков истории. Как-то преподаватель нам предложил использовать пиктограммы, то есть знаки, которые в схематичном виде изображают самые важные черты объекта, которые он обозначает. И, в принципе, многим из нас это очень понравилось. Допустим, какие-то сокращения мы использовали при написании лекции, допустим, слово развитие или развивается волнистая стрелочка, затем, допустим, преступление – крестик, наказание – решеточка и так далее. Вот здесь вы видите обозначение опорных конструкций, которые также можно использовать. И затем информация получается в более сжатом виде. Мы слова превращаем в образы, в схематические какие-то рисунки. Для запоминания песен, стихов, диалогов используются различные мнемотехники. В частности, мнемоквадраты, мнемодорожки и мнемотаблицы. В принципе, мнемоквадрат – это самая маленькая структурная единица мнемодорожки или мнемотаблицы. Это несложный рисунок. Можно сказать, что и мнемоквадраты, и пиктограммы – это что-то очень близкое между собой. Схематичный несложный рисунок с определенной информацией. Каждое изображение обозначает какое-то слово или сочетание слов, или небольшое короткое предложение. Мнемодорожка – это уже коллаж из трех-четырех, порой чуть более изображений. С помощью него дети, а то и взрослые, порой составляют какие-то истории, учатся запоминать стихи, песни. Ну и самая крупная, скажем так, единица – это мнемотаблица, схема уже, в которой заложена определенная информация. На каждое слово, на маленькое словосочетание, мы придумываем картинку, берем какое-то изображение, можно из интернета взять, можно самому зарисовать. Вот здесь как раз пиктограммы прекрасно сработают, схематично, не надо быть великим художником, чтобы нарисовать, изобразить это. И весь текст зарисовываем схематично. Глядя на эти схемы рисунки, ребенок уже легко запоминает информацию. Разрешите показать, как мы работали с ребятами при изучении песенки «Репка». Это мы с дошкольниками занимались. Мнемодорожки здесь у нас помогают выучить песни и стихи. Поэтому вот первая строчка, посмотрите. Little seed, you look so sweet. Little seed, little seed. Первая мнемодорожка у нас состоит из изображений маленького зернышка, затем глазки, выглядишь, сладостей, сладко, sweet, и двух маленьких зерен. Еще раз, поскольку фраза little seed, little seed повторяется дважды. Аналогичную операцию проводим с остальными куплетами. Little tonip, nice and round, nice and round. Милая, красивая и круглая. Little tonip, little tonip. Снова повторяется. Последовательность у нас репка, хорошая, круглая, репка, репка дважды. И, наконец, третья мнемодорожка. Giant tonip, look at you. Giant tonip, giant tonip. Третья мнемодорожка состоит уже из изображений огромной репки, глазок и снова две репки. То есть складывается из этих мнемодорожек у нас своеобразная мнемотаблица. Кстати, уважаемые коллеги, в линейке учебников happyenglish.iu прекрасно выстроена работа с песенным материалом. Вот, пожалуйста, упражнение номер пять. Замените картинки словами. Вначале мы с ребятами слушаем песенку, выбираем для нее правильное название. У нас есть несколько вариантов. Jam time, cat and bed time, просто time. Прочитав, переведя песенку, стихотворение, да, ребята понимают общее название. Time здесь и про время попить молочко, и про время поесть варенье, и поразговаривать, пообщаться с друзьями, повеселиться и так далее говорится. Соответственно, мы выбираем третий заголовок. Далее уже, вы видите, в пятом упражнении у нас идет замена слов на образы, на картинки. Это уже составление мнемодорожки. То есть авторы учат ребят постепенно, ненавязчиво заменять слова образами. At five o'clock, it's milk time. At six o'clock, мы видим, стрелочка маленькая у нас на шестерке, шесть часов. It's fun time, ребята веселятся. At eight o'clock, it's jam time и так далее. То есть вот они уже постепенно сами видят, как это делается, и могут затем сами заменить, такие вот мемолесинки составлять. Вашему вниманию предлагается работа, многоуровневая книжка «My Senses», которую я изготовила с помощью программы PowerPoint по принципу мнемодорожки или мнемолесинки. То есть каждая страничка, сейчас вы увидите ее поближе, нашу книжечку, каждая страничка длиннее предыдущей. Перелистывая странички, видим строку из песни визуальное представление того, о чем в этой строчке говорится. Ну вот я вам сейчас отдельно ее не вклеенную в тетрадь могу показать, чтобы вы поняли, как вот они наши странички, да? Каждая последующая чуть длиннее. Что мы здесь делаем? Во-первых, ребята подсказали мне идею, вы видите, здесь уже рядом с каждым словом taste, smell, see, hear, touch и так далее органы чувств. Например, taste, ротик, smell, то есть мы уже слово заменяем образом, smell, носик, see, глаза и так далее, hear, уши. Затем, как работают дети? Вообще, как происходит презентация материала? На этапе актуализации знаний демонстрирую органы чувств, на плакате иногда просто касаюсь ушей, носа и так далее. И предлагаю обучающимся догадаться, о чем пойдет речь на занятии. А затем внимательно мы слушаем песню на английском языке, стараемся запомнить глаголы, как раз таки вот taste, smell, see, hear, touch. И, выполняя творческое задание, дети вырезают по шаблону, раскрашивают картинки, обводят текст песни, вставляя вместо пропусков нужный по смыслу глагол. То есть вот, смотрите, I can smell, да, ребенок написал слово smell, the flowers. Иногда я распечатываю такие, где строчки текста песен не черным шрифтом, а серым. То есть они просто их обводят, двигательная память, они тоже уже запоминают. Из существующих приемов мнемотехники мне очень близок прием рифмизации. Это мой любимый, пожалуй, метод. Я его использую с дошкольниками, с младшими школьниками, придумываю так называемые договорки, стихи и загадки на русском языке, в которых только последнее слово английское. Ну вот, например, везет лошадка целый воз, лошадка по-английски horse. Материал по договоркам можно найти, материал вот стихи и загадки о еде, непосредственно здесь все о еде, в журнале «Английский язык в школе» за 2018 год во втором номере на сайте издательства «Титул». Ну, например, вот посмотрите, кейк, к празднику, ко дню рождения мама обещает, джейк, из пеков все непременно, вкусный, шоколадный, и дети договаривают кейк. Могут его нарисовать этот торт, могут, может быть, какую-то там поделку сделать и так далее. Здесь несколько продуктов питания, самые основные, которые в начальной школе ребята изучают. Вдохновила меня на эту статью серия пособий Юлии Геннадьевны Курбановой «Стихи и загадки о…». Есть у нее и об игрушках, и о птицах, о цветах, о животных, о подводных жителях, причем в каждом пособии много стихов и загадок, кроме, помимо стихов и загадок, много развивающих заданий для дошкольников. Вот, например, загадка про плюшевого медвежонка. Неуклюжий он, забавный, мягкий, плюшевый и славный. Черный нос, большие глазки, Виннипкох из детской сказки. Отвечай, дружок, мне смело, кто же это? И дети дружно договаривают Терри Беа. А потом раскрашивают нашу картинку, вторую половинку картинки, помогают художнику. Здесь и воспитательный момент, помогают докрасить художнику, который не успел. Или, вот, например, стихи про самолет. Дети запоминают слово plane, мастерят бумажный самолетик по выкройке, которая приведена в пособии. Мы обычно после того, как самолетики наши готовы, запускаем их, чей дальше улетит. И вообще начинается все с такого небольшого стихотворения. Самолетом управляете, руки, крылья, ну, взлетайте, не боимся высоты. Мы уже летим, а вы, я подключаю ребят, один, другой, третий, мы летаем по кабинету. Конечно, очень аккуратно. А затем переходим на английский. Fly your plane. Don't be afraid. Your arms are winds. Hooray, hooray. Вот у нас переходит это стихотворение в динамическую паузу, в физминутку. Вообще в этом возрасте дети, конечно, очень любят что-то делать своими руками. И в каждом пособии этой серии вы найдете интересную подделку. Ну, вот, скажем, например, стихи о подводных жителях и загадке. Стихотворение про кита, да, можно изготовить с малышами забавного китенка. И, вы знаете, коллеги, можно работать по этим пособиям не только с дошкольниками, хотя они вроде бы как для дошкольников предназначены. Смотрите, сделали подделку. Ну, вот здесь у нас в этом пособии китенок. Мы недавно с второклассниками работали по книгам для чтения издательства титул Read Up для второго класса. И здесь есть замечательная аналогичная, в общем-то, работа, да, только что здесь. Здесь у нас инструкция. То есть мы уже здесь не просто делаем по выкройке, но мы здесь читаем инструкцию на английском языке. Здесь есть картиночки у нас предлагаются. И затем расскажи о своей игрушке по вопросам ребятам, ребят просят. Смотрите, они могут составить рассказ. Вот мы буквально недавно делали с ребятами крокодилов. Вот у меня они остались. Ребятам не отдаю крокодилов, пока они не выучат диалог. Потом приходят, а им хочется забрать свои игрушки, конечно, в поделки. У меня даже вот говорят, а вы их покормите? Они у нас, ничего с ними не случится. Ну, то есть, конечно, с удовольствием жду следующего урока, когда они смогут представить свой диалог. Отвечают на вопросы. What's your crocodile's name? Is it big or little? What color is it? Can it catch animals? И так далее. И ту же самую работу, вопросы эти, можно задавать любым другом животным. Правда ведь? Смотрите. What's your whale's name? Can it fly? What color is it? Is it big or little? Те же самые. Does it eat fish? И так далее. По мере того, как ребята растут, вы можете задавать, придумывать вопросов больше. И они сами, в принципе, могут эти вопросы придумывать. То есть, ориентируйтесь на тот словарный запас, который есть у ваших деток. Каждое пособие Юлии Геннадьевны снабжено методическими рекомендациями, тренировочными материалами, карточками, флеш-карты. Вот у меня всегда они под рукой, в каждом пособии. Я вот кармашек себе делаю, и у меня вот они, заламинированные карточки, все на месте. С обратной стороны они, причем у нас слово на английском языке подписано. То есть, да, вот это у меня непосредственно стихи и загадки об игрушках. Очень удобно пользоваться. При работе с изучаемым песенным материалом путем ассоциаций, визуальных и киноэстетических представлений упрощается запоминание текста. И таким образом увеличивается объем памяти мимикой, жестами. Мы изображаем различных животных из песен и стихотворений, которые разучиваем, с которыми работаем. И превращаем процесс запоминания в игру. Вы видите, здесь дети у нас в масках животных, одеваем эти масочки. И у нас, получается, сценки даже из песен, из каких-то стихотворений. Вот песенка I'm a horse and I can jump превратилась в небольшую сценку. То есть здесь у нас total physical response получилась такой. Объединение linking language and movement, движение с языком, двигательная память тоже работает активно. Вот, например, I'm a horse and I can jump. Девочка, вторая слева у нас, прыгает как лошадка. I'm a bat and I can fly. Летучая мышка летает, конечно же, да. Прыгает, скачет зайка и так далее. Мышонок бегает. Много интересных идей для лучшего запоминания лексико-грамматического материала, коллеги, я почерпнула на курсе In-Throughout Анастасии Рыковой. И у нее же познакомилась с методикой работы с интерактивными тетрадями, с различными шаблонами, способствующими повышению мотивации обучающихся и лучшему запоминанию материала. Ну вот, например, на этапе обобщения лексико-грамматического материала вместе с детьми младшего школьного возраста мы изготавливаем лексико-грамматические таблицы, способствующие систематизации изученного и визуальному представлению темы. Вы видите на слайде данную лексико-грамматическую таблицу, а я, чтобы вы представили, как она работает, вот как она выглядит непосредственно, да, вот вам покажу. Вот она у нас, открываются флэпы такие, и здесь ребята пишут. То есть я им раздаю, они их приклеивают в тетрадь. Здесь есть только вопросы, да, на этой стороне у нас, да, экшен, вот мы изучали с ними глаголы движения, транспортные средства и говорили о талантах. My talents. Вы видите, с этой стороны у нас вопросики. Ребенок открывает флэп и записывает уже в тетради здесь у нас, да, записывает свои ответы. То есть отвечает на вопросы I am Васили, I am Masha, I am nine years old, I can play the guitar, может быть, или что-то еще, что умеет. Затем переходит к рассказу о талантах своих друзей, да, или друга. What's your friend's name? Отвечает, да, записывает. То есть детям интересно это, им интересно раскрашивать, записывать, потом повторить, пересмотреть свою тетрадочку. Гораздо интереснее, чем просто написать текст. Для изучения множественного числа существительных, для запоминания исключений, я разработала книжку со створками. На одной стороне каждой створки дети обводят форму единственного числа, а на другой множественного, соответственно. Так, если успею, я сейчас быстренько вам найти, где они у меня. Я покажу. Так, пожалуй, несколько у меня таких рабочих тетрадочек, поэтому здесь вот сразу такой этот материал. Вроде закладки сделала, но... Так, это у нас песенка. Ладно, будем. Вот. Вот, то есть смотрите. Опять же, закрываются как флэпы, да, здесь единственное число ребята обводят, либо пишут сами. То есть здесь можно провести самостоятельную работу. Предложить ребятам заполнить флэпы, да, вот эти наши створочки, книжки, написать единственное число на одной стороне, на другой множественное число. Мы видим картиночки здесь, помогая, да, визуально. Men, woman, children, child и так далее. То есть можно закрыть ее, можно открыто хранить. Вот, пожалуйста. И все исключения запоминаются. Причем вы понимаете, что это нам до девятого класса и до одиннадцатого понадобятся исключения ОГЭ, ЕГЭ сдавать. То есть это не только начальная школа. Это пойдет в долговременную память и пригодится в будущем. Смотрите, что мы делаем. Вырезаем шаблон, приклеиваем в тетрадь, раскрашиваем, обводим слова, исключения и пишем форму единственного числа. Я уже предложила еще один метод, да, то есть просто без подписи, то есть просто с картинками, например, раздаем базу, да, книжечку эту, а ребята уже заполняют ее, записывают форму единственного множественного числа. А вот книжка с ярлычками. Мы используем ее как памятку при работе с грамматической темой указательное местоимение. На каждом ярлычке указано местоимение, о котором идет речь на этой страничке. И ярлычки являются своего рода закладками нашей книжки-памятки. Первая страничка без ярлычка. Здесь основное правило, да, вы видите, near, far, singular, plural правило есть. А затем мы его еще расширяем, то есть берем другие существительные. Кроме того, вот на этом ярлычке вы видите указательное местоимение, еще стрелочка. Ну вот в некоторых пособиях берут этот пальчик указательный, да, ладошка показывает близко или далеко она от этого предмета. Мы стрелочкой взяли. Маленькая короткая стрелка, значит предмет рядом. What is this? This is a teddy. What is that? Стрелка у нас длинная, и стрелочка одна. Единственное число, да, this. Одна короткая стрелочка, that – одна длинная стрелочка. Предмет у нас далеко находится. А во множественном числе уже, вы видите, у нас по две стрелочки. These – эти, those – те. Опять же, эти, these – две короткие стрелки. Those – те, две длинные стрелки. What are those? Those are helicopters, например. И так далее. Вот таким образом хорошо запоминают указательное местоимение. Ребята несколько раз, конечно, прочитывают свою книжечку, любят вот на эти ярлычки, обращают внимание, где то другое местоимение, да, повторяют периодически. Мнимотехники помогают при работе с песенным и стихотворным материалом, с сказами, с творческой деятельностью по составлению рассказов и сказок. Расскажу об еще одной любимой моими обучающимися песенке – песенке на диске, как мы ее называем. При изучении тем colors, nature, нередко слушаем песенку What color is the sky? Может быть, вы слышали ее в интернете, находили. Она не привязана никакому учебному пособию, просто вот нашлась и нам полюбилась. И если ребята захотели ее выучить, мы учим ее и во время изготовления поделки тоже, конечно, слушаем. Берем ненужный компакт-диск и нам при этом помогает пластилинография, то есть запомнить песенку. Последовательность работы над поделкой соответствует последовательности упоминания неба, солнца, травы и яблочко в песенке. То есть первый куплет у нас – what color is the sky? It's blue, it's blue, it's blue. Мы берем синий или голубой пластилин и лепим небо. Второй куплет – what color is the sun? It's yellow, it's yellow, it's yellow. The sun is yellow, the sky is blue. Берем желтый пластилин. Прошу, ребят, take yellow modeling clay and let's make the sun. И изготавливаем солнышко. Дальше переходим, то же самое, да, трава – what color is the grass? It's green. Ну и аналогично до яблочко добираемся, а потом поем. С конспектом игрового занятия по английскому языку, где подробно описана работа над этой песенкой, можно ознакомиться в моем блоге на сайте «Кладовая развлечений». Коллеги, уважаемые коллеги, многим, думаю, из вас знакома серия книг «Read up», книг для чтения. В рамках заявленной темы хочу особо обратиться, обратить ваше внимание, особо остановиться на пособие для пятого класса. Ведь в нем есть замечательная рубрика «Как запоминать новые слова». А это и есть мнимотехника. Авторы пособия постепенно, от юнита к юниту, знакомят пятиклашек с разными приемами запоминания слов. Предлагаю выбрать наиболее работающие для них, наиболее подходящие. Хочу отметить, что приемы, описанные авторами, могут использовать изучающий иностранный язык любой ступени обучения, практически любого уровня владения языком, от начинающего до владеющего языком на продвинутом уровне. Иногда сама пользуюсь этими методами. Давайте приведу несколько примеров. Итак, составляй списки слов. В «Word lists» мы складываем лист бумаги, тетрадный или формата А4, на три части. Я уже ранее приготовила, покажу, что это из себя представляет. Мы вот сложили три одинаковые части. Получаем три колоночки. Выбираем пять, семь, может быть, больше слов, которые нужно выучить. Допустим, к словарному диктанту подготовиться или какие-то слова к тексту или что-то еще. Записываем в первой колонке те слова, которые нам нужно выучить. Пытаемся запомнить их в перевод. Написать во второй колонке напротив английской версии. Не запомнили, ничего страшного. Можно посмотреть в словаре или на распечатке, которую учитель приготовил, или в учебнике, где эти слова в список может быть дан. Затем закрываем первую колонку. То есть вот у нас с вами напротив слов на английском языке, а слова на русском языке. То есть их перевод. Закрываем первую колонку. У нас остается вторая колонка и чистая третья. Что мы делаем? Мы смотрим на слово на русском языке и воспроизводим английский вариант. Проверяем себя. Раз, открыли, проверили. Если вдруг все хорошо, однозначно будет, может быть, не сразу все хорошо, но постепенно. Затем проверяем. Даже если не все хорошо, пробуем писать в третьей колонке снова на английском языке. Проверяем себя. Открываем снова первую колоночку. Проверяем себя. Я обычно ребятам даю, ну, либо они сами берут, да, то есть ручку красную, зеленую, какого-то другого цвета или простой карандаш. Они себя исправляют, плюсики ставят, где все правильно. Опять же, они учатся методом самоподготовки. Это можно делать не обязательно на уроке. Научились, один раз показали, потом ребята это могут делать самостоятельно, работать таким образом, да. Посмотрели, ага, там, допустим, из семи слов, которые нужно выучить, пять написал правильно, два еще не совсем запомнил. Можно с ними дальше продолжить, на обратной стороне, допустим, да. Или, скажем, из десяти слов пять запомнил, пять, которые не запомнил, снова пишем на обратной стороне таким же образом, три колоночки. Вот, то есть авторы пособия всегда предлагают два режима работы над новыми словами, индивидуальный, индивидуальный, вы видите, да, и групповой, with your friends. Таким образом, учащиеся получают и универсальные приемы самоподготовки, играют с пользой на уроке, да, для пополнения словарного запаса. В общем, польза несомненная. Что еще можно делать? Можно делать карточки со словами. Речь здесь идет о двусторонних карточках, когда на одной стороне мы пишем слово на английском, а на другой перевод на русском языке. Многие, думаю, это делают, но вот, честно говоря, я не знала о некоторых играх, которые предлагают авторы, и с удовольствием попробовала, и стала применять в своей практике. Вот при желании, конечно, можно написать не только слово на английском, но какое-то предложение, иллюстрирующее употребление нового английского слова, или идиомы, фразеологизма какого-то, да, коллокации. Если времени совсем мало, то я ребятам раздаю заранее подготовленные карточки, распечатанные по принципу квизлы, а порой даже в квизлы-то их и делают, да, то есть, конечно, лучше учащимся дать возможность самим подключить двигательную память, написать. Это уже в ступеньках запоминания новых слов. Мы пользуемся обычно цветной бумагой для офисной техники. Вот вы видите, ребята приготовили сами карточки с теми словами, которым нужно выучить, и мы начали с ними играть. Итак, возвращаемся к работе с двусторонними карточками. Когда ребята изготовили себе наборы карточек с новыми словами, выкладываем их все на парту, да, у каждого ребенка одинаковые слова, один и тот же список. А авторы вот предлагают стороной с русским переводом вверх положить карточки. А мне кажется, что полезно и той, и другой стороной по очереди менять карточки, и тот, и другой режим работы использовать. Сначала я сама выступаю в роли ведущего, потом выбираем кого-то из ребят. Ведущий называет слова по-английски, а ребятам нужно как можно скорее найти карточки с переводом на русский. При этом желательно, чтобы ребята брали не только свою карточку, которую изготовили, но и другие с этим же переводом, с переводом того слова, которое было названо, которое изготовил одноклассник. Потому что ведь побеждает тот, кто к концу игры накопит большее количество карточек. И ребят в конце таких игр я обычно поощряю, пусть это там конфетка всего лишь, но радостью у детей и запоминаются слова гораздо лучше. Кстати, вот он как раз в квизе, как можно сделать карточки, потом их можно распечатывать в цвете, ламинирую обычно их, раскладываю. То есть если проводить, коллеги, такую работу регулярно, а не эпизодически, у учеников накапливается приличный банк слов ежегодно. Вот таким образом я предлагаю хранить двусторонние карточки. Вот, пожалуйста, можно в любой коробке, где угодно, да, пожалуйста, здесь мы их кладем, можно их, вот они наши карточки, здесь находятся, лежат. Учащиеся свой прогресс видят. То есть открывают свою коробочку, свой банк слов и видят, что все больше и больше слов в их багаже. Это мотивирует, это вдохновляет, вселяет силы в ребят. И в любой момент дети могут повторить изученные лексические единицы. Можно раскладывать карточки по конвертикам, указывать, на какую тему лексика в них содержится. Просто группировать по цвету, скажем, первый модуль это зеленого цвета, второй модуль желтого и так далее. Просто для себя, чтобы было понятно. Вот, кроме того, смотрите, словари. Многие ведут словари или просят своих учеников вести словарики. С чем сталкивалась я, когда у меня ребята такие словари? Это неплохо, это очень здорово, это хорошо, пусть пишут, двигательная память, все работает. Но, вы знаете, как-то задала ребятам выучить слова. Вот кто-то записал, ну, дети, конечно, студенты-то у меня были, записали слова в словарик. И выходит у меня студент и говорит, Ирина Геннадьевна, спрашивайте так, как мы записывали слова. В той последовательности, как вот мы записали, я вот так запомнил, вот так спрашивайте. Спрашивается, запомнил ли студент слова или нет, если он только в одной последовательности их помнит, а в разброс уже никак. А встретятся они ему в тексте, в предложениях и не вспомнят, что означают эти слова. Поэтому вот как раз-таки двусторонние карточки эту проблему решают. Мы их перемешали, в другой последовательности выложили. Ребенок и дома подготовиться может. Выложил эти карточки себе столбиком, написал перевод на английский, проверил себя, перевернул. Поэтому, пожалуйста, замечательный способ учить новые слова. Далее, схемы. Вот такая у нас паукограмма. Рисуй схему, предлагают авторы книги для чтения. Пишем в центре, например, в центре листа изучаемую тему. Находим в тексте, относящиеся к теме, слова. Текстовыделители мы подчеркиваем, выделяем их как-то, записываем в конце каждого лучика или лапки нашего паучка. И при необходимости пишем перевод, может быть, даже какое-то предложение, в котором это слово встречается, пример употребления в предложении. Посмотрите, вы на слайде сейчас видите, авторы тоже показывают, как работать с такой схемой. И вот они еще предлагают ребятам, что сделать. Составили схему, а затем закрыли ее и попробовали воспроизвести. Тренировка памяти. Потом посчитали, сколько слов из тех, которые были написаны, удалось воспроизвести, сколько не запомнилось. То есть, memory game, такая вот у нас игра, да, или, например, друг другу, одноклассникам, соседу по парте составлять задание. Допустим, тема farm animals, ну это начальная школа. Первую букву и последнюю букву слова написать, а остальное пропустить. А ребенок уже другой, да, восстанавливает ее. Вот они обменялись подобными заданиями. И каждый восстанавливает. Может быть, можно просто пропущенные буквы, может быть, первую, затем на более сложный уровень выйти, да, первую букву написать или там какую-то еще, то есть поработать. Здесь можно по-разному использовать этот прием. То есть, можно также попросить восстановить соседа по парте, да, вот. Может быть, две темы какие-то изучили на повторение двух основных тем. Там, допустим, farm animals, domestic animals, что там еще, может быть, каких-то, да, wild animals, дикие, домашние животные. Вот один другому диких животных, другой домашних и так далее. Кроме того, ассоциируясь знакомое с незнакомым. Наверное, многие слышали о методе фонетических ассоциаций, о котором также авторы книги для чтения упоминают. Вот они предлагают ребятам попытаться найти в русском языке слова и фразы, которые звучат и, по возможности, даже имеют то же значение, что в английском языке. Ну, если то же значение имеют, значит, это что-то вроде интернациональных слов получается. А иногда значение это не совпадает. И, тем не менее, можно пользоваться методом фонетических ассоциаций. Ну, например, английское слово bridge most звучит как русское слово bridge, да. Чтобы запомнить английское значение, авторы предлагают мысленно ребятам представить забавную картинку через реку в качестве мостика перекинуты бриджи. Такой веселый способ запоминания. Или, например, я вспоминаю, где-то встречалась Барбер, мужской парикмахер, да, цирюльник. Там баба Яга пришла к парикмахеру, к мужскому парикмахеру, и он сделал ей мужскую стрижку. Или что-то такое смешное, чтобы еще была вот эта картинка, образ этот смешной получался, и живой такой, действующий. Кроме того, авторы предлагают устроить выставку из заранее подготовленных работ учащихся. Дома ребята могут нарисовать ассоциации, придумать свои к трем-четырем словам, которые ни они не знали, да, ни их одноклассники. А на уроке во время выставки уже пытаются разгадать, кто что зашифровал, закодировал на иллюстрациях. Ну, можно, конечно, взять и знакомые слова, просто лучше их запомнить, закрепить. Кто больше разгадает слов, тот объявляется победителем. Я вот это делала, ребята сейчас нагружать, не все художники, не все любят рисовать или стесняются показывать свои работы. Можно просто в интернете найти, у них очень много таких фонетических ассоциаций к словам. Вот вы видите, лук, хил вылечу, вот всех хил их вылечу, да, то есть можно найти, попробовать показать. Ребята, вот такой же конкурс устроить, кто больше отгадает. А потом уже и дети сами попробуют, может быть, рисовать, им будет интереснее в такую гадайку играть. Перейдем к пересказам. Пересказы нередко вызывают сложность у наших учащихся. Что здесь можно делать? Чем больше мы работаем с текстом, тем лучше он запоминается. В этом плане мне очень нравится серия Анны Тейлор, Easy Stories. Они у меня тоже все как помощники. Мы с ребятами очень подробно рассматриваем картинки детально, смотрим внимательно, выполняем задания все. И вы знаете, буквально если вот у нас урок чтения запланирован, на одном уроке уже к концу занятия ребята могут пересказать текст, если все упражнения постепенно выполнили. Выбрали нужный, то есть поработали, прочитали, перевели, поработали с лексикой. Затем вот вы видите, как много упражнений. Вот в каждой истории предлагается достаточное количество упражнений, чтобы запомнить. Выбери нужные слова, допиши предложение. Работа с лексикой. Вот мы подставили. Предложение, основанное на том, что было в тексте. Пиши have или has, это у нас уже грамматика. Опять же дальше, восьмое упражнение. Can или cannot, модальные глаголы. Снова грамматика, но на основе того, что было в тексте. Вспоминаем рассказ, девятое упражнение. Галочкой отмечаем правильное предложение. Это уже наши true-false, это уже... Задел, так сказать, на старшую, на среднюю, старшую школу. Это уже ОГЭГ. Немножечко уже ближе становимся. И пересказываем историю с опорой на картинки. А потом уже говорим, нравится нам история, свое мнение высказываем. Может быть, как-то придумываем концовку другую. Вот в книге для чтения, опять же, для пятого класса, предлагают авторы делать сообщения на основе прочитанного текста. Тоже очень помогает ребятам. То есть устное сообщение содержит что? Самые важные факты из прочитанного текста. Выбираем даты, имена, какие-то названия, цифры. Находим их, эти факты. Вспоминаем, что с чем они связаны. И такой план уже себе намечаем. О чем будем говорить. Здесь уже не только пятый класс. Здесь уже и шестой, и седьмой. Пожалуйста, тексты какие-то исторические ребята часто читают. Например, какие-то еще научно-популярного плана. Здесь в таких текстах часто бывают и даты, и цифры. Вот здесь, скажем, про Льюиса Кэрролла. Оксфорд-юниверсити. Вспоминаем, значит, может быть, учился, может быть, работал. Да-да, ты родился, женился, первое произведение опубликовал и так далее. Где жил, имена какие-то связаны. Может быть, для этого человека писал. Или этот человек стал прообразом. То есть ребята вспоминают или это имя героини, или это имя прототипа и так далее. То есть тоже помогает запомнить информацию необходимую, требующуюся. Коллеги, в издательстве «Титул» вышло новое пособие, которое меня покорило. Перейду к календарю-словарю. Да, я говорю о календаре-словаре. И, казалось бы, всего лишь один разворот на целый месяц, а столько полезного можно с ребятами сделать. Хочу показать вам сейчас, как я работала со своими учениками в январе с календарем-словарем. На первом этапе мы, конечно, знакомились с новым пособием. То есть я спрашивала, демонстрировала ребятам словарь. Мы сейчас уже на февраль перешли. Демонстрировала словарь ребятам. What is it? It is a calendar. Показывала, что они видят месяцы различные по порядку. Yes, right, but it's not a usual calendar. What is special about this calendar? Ребята видят второе слово, словарь. It's a vocabulary. How many words does this vocabulary contain? Видно, все это у нас на обложечке. 366 words. It contains 366 words. But why not 365? То есть у нас уже такой лейд-ин получается. Почему? Здесь не каждый, конечно, по-английски вам ответит, что это високосный год. Можно как раз и предъявить, показать, рассказать leap year. Because 2024 is a leap year. And which day is added to a leap year? The 29th of February. И так далее. Переходим к работе с конкретным месяцем, с январем. Сколько месяцев посчитали, да, какой месяц, какое время года, да, сколько дней. Может быть, какие-то праздники в этом месяце празднуются, да, поговорили об этом. А далее, после введения лексических единиц, возможно, какие-то из них знакомы. Какие-то будут точно новыми. Ну, скажем, to shovel. Этот глагол был для всех моих ребят новым. И, кстати, он очень пригодился нашей зимой, очень снежной в этом году, да. То есть очень многие ребята его запомнили хорошо, поскольку часто использовали в своей речи, когда мы работали по словарю. Все практически времена английского глагола можно потренировать, вспомнить или закрепить с помощью календаря. Январь. Every day activities. Мы говорим о повседневных действиях. Хотим повторить, например, наречие частотности. Adverbs of frequency. Потренироваться, задавать специальные вопросы в Present Simple. Работаем по цепочке с ребятами. Учащиеся задают друг другу вопросы, которые начинаются. How do you? Или how often do you? И добавляют в свой вопрос глагол без частицы to из календаря словаря. How often do you make your bed? How often do you clean the flat? How often do you do grocery shopping? И так далее. На вопрос второй ученик отвечает и уже задает аналогичный вопрос следующему ученику, да. Но использует уже другой. Важно, чтобы он использовал другой глагол из календаря словаря. Вот, допустим, I clean the flat daily. How often do you do the furniture? Важным шрифтом я выделила те как раз глаголы, которые у нас в календаре-словаре приводятся. Можно также вывесить ребятам плакат с наречиями частотности, чтобы они их использовали, если не очень хорошо запомнили, да, и чтобы старались использовать разные наречия. Далее. Перейдем к past simple. Раздаю каждому учащемуся табличку с календарем на январь. Либо просто делаю. Вначале просто ксерокопии страницы делаю. Потом вот решила табличку такую на основе календаря сделать. Распечатала. И даты не писала. То есть ребята сами заполняют, вписывают даты, исходя из того, чем они занимались все или иные дни. Можно пофантазировать, предложить ребятам. Они, а я вот это никогда не делаю, никогда этого не делал. А, пожалуйста, подумай, пофантазируй. Use your imagination. А вдруг когда-нибудь будешь делать? Представь, что ты это делал. И по цепочке задаются вопросы в прошедшем простом времени. Общий и специальный. Здесь уже мы работали так. Did you walk the dog on the 12th of January? No, I didn't. Допустим, ребенок ответил отрицательно. What did you do on the 12th of January? То есть если на общий вопрос ответ был положительный, то мы в специальном вопросе дату поменяем. А если отрицательный, тогда дата остается та же. А what did you do on the 12th of January? Если ты собачку не выгуливал, а что ты тогда делал? I did grocery shopping on the 12th of January. Ну и так далее. Кстати, здесь мы тренируем учащихся в правильном назывании дат. Вот нередко случается такое, что ребята используют либо вместо порядковых числительных, количественные числительные, либо не используют определенный артикль перед числительным, про предлог of забывают. А здесь как раз прекрасная возможность, если в классе у вас в группе 12 человек, представляете, сколько это вопросов прозвучало, они все проговорили, каждый и общий, и специальный вопрос задает. То есть тренировка достаточно такая приличная, хорошо, можно потренироваться. Так, переходим к будущему простому времени. Аналогично строится работа над будущим простым временем. По цепочке задает вопросы, снова по два вопроса, снова общий, специальный. Например, will you shovel snow on the 29th of January? No, I won't. What will you do on the 29th of January? I will cook dinner. И если снова был положительный ответ, в специальном вопросе мы меняем дату. Ну, аналогично, как я уже сказала. Здесь можно потренировать учащихся и узнавать по-английски, когда именно будет совершена та или иная деятельность. Да, вопросительное слово when использовать. When will you wash up? When will you floss your teeth? When will you have a picnic? И так далее. То есть используем глаголы, приведенные в календаре. Конечно, вы понимаете, что это можно делать не только с календарем, но с календарем у нас очень интересная работа шла, необычная. Неправильные глаголы. Включены также выражения с неправильными глаголами и с правильными, и с неправильными в календаре. И можно попросить ребят найти все неправильные глаголы. Мы нашли с ними здесь их восемь, не учитывая повторяющиеся, например, do grocery shopping или do the laundry. Один и тот же глагол do везде. Можно попросить найти все неправильные глаголы, если они их уже изучали. Вспомнить вторую форму, третью форму. Все зависит от того, на каком этапе ребята. Если они знакомы уже с present perfect, значит, и третью форму вспомнят. Если нет, еще хотя бы даже две формы, это тоже хорошо. Уместно будет вспомнить present perfect, если ребята изучали это время, или даже просто предъявить его, да, показать, объяснить и работать снова по цепочке. Каждому даем возможность задать вопрос. Have you ever done the laundry? Have you ever washed up? И так далее. Кстати, и ответы они тоже кратко учатся давать. Yes, I have. No, I haven't. Потренировались. Если говорить о неправильных глаголах, прием рифмизации здесь снова приходит на помощь. Используется для запоминания не только отдельно взятых слов, да, но и трех форм неправильных глаголов. Книги даже появились с забавными рифмовками. Не могу найти аккаунт. Find, found, found. Вижу крупный апельсин. See, so, sin. И сказал мне мой сосед, say, said, said, что заплатил за мой мопед. Paid, вернее, pay, paid, paid. И чеки разложил на плед. Lay, laid, laid. Вот она небольшая такая книжечка, но очень интересная. Ребятки гораздо лучше запоминают неправильные глаголы. Всегда помогает. Еще можно... Еще можно поиграть. Каким образом? Так. Следующий слайд. Вот, в игру крокодил. Опять же, по нашему словарю. Я распечатала странички календаря на цветной бумаге, заламинировала, вырезала фразу как отдельную карточку, и получилась у нас целая колода. По очереди ребята выходят к доске, вытягивают карточку из колоды, изображают мимикой и жестами действия определенные, которые им выпало на карточке, и спрашивают, what am I doing? А отгадывающие предлагают свои версии. Здесь можно и общие вопросы задавать. Are you ironing? Are you cooking dinner? И так далее. Yes, I am. No, I am not. А можно потренировать разделительные вопросы, если уже разбирали эту тему, или просто показать ребятам, что можно еще вот иначе спросить. You are ironing, aren't you? Ты же гладишь белье, не так ли? Или что-то еще. Пожалуйста, present continuous. Многократное повторение одной и той же грамматической структуры в игровой форме позволяет сделать наш процесс обучения более увлекательным. Уважаемые коллеги, мы запоминаем слова с обучающимися и во время динамической паузы. Что за прием здесь вы видите на слайде? Раздаю карточки, флешкард с ребятам, да, написано слово на английском языке и иллюстрация к нему, картиночка. Например, face, palace, city. Здесь не все карточки вошли, конечно, просто не уместились у меня все ребята здесь на фото. Так вот, устали сидеть, раздала карточки. Стали динамическую паузу, физминутку провести. Говорю, например, face, можно с артиклем, можно без, да, face, jump. И все ребята, и там, a face, jump, и все ребята, у которых карточка со словом face, да, со словом личика, они начинают прыгать. Или там дальше, city, turn around, покружились у нас те, у кого большой город на карточке. Palace, touch your shoulders, допустим, или там, touch your head, что-то еще. И несколько раз, затем ребята меняются карточками. Во-первых, они видят карточку друг друга, свою посмотрели вначале, чтобы запомнить, какое же у них слово, когда им нужно действовать, когда им нужно совершать какое-то движение, выполнять. Аудирование, да, то есть они и на слух воспринимают, и видят визуально здесь, и движениями какими-то еще дополняют. То есть здесь очень неплохо работает и такой прием. Вообще, уважаемые коллеги, существует много интересных мнемотехник. Выбирайте те, которые лучше подходят вашим обучающимся. Материалы, о которых я говорила, можно найти здесь, вот ссылочки я привожу. И в завершении нашей работы хочу сказать, что вот мне очень нравится эта фраза, приведенная на открытке. Человек должен обставить чердачок своего мозга всем, что ему, вероятно, понадобится. А остальные знания он должен сложить в чулан при своей библиотеке, откуда может достать их в случае надобности. Нужно стараться делать так, чтобы ребята понимали, что то, что они изучают на уроках, им пригодится, и складывали в чердачок своего мозга. Не забывали, могли при случае найти, никогда не забывали то, что мы изучаем, да, то, что им пригодится. Ну, а теперь, уважаемые коллеги, я посмотрю, есть ли вопросы в чате. Если вопросов нет, то мы можем завершать нашу встречу. Коллеги, если у вас вопросы есть, Корень Геннадий, пожалуйста, задавайте. Вы можете не обязательно писать их в чате, вы можете задать их, включив микрофон, если вам так удобно. Задавайте, пожалуйста, если есть вопросы. Так, пока не вижу вопросов. Коллеги, ссылка на покупку сертификата в чате, вы можете ей воспользоваться.